Молодежь Омской области готовится к празднованию юбилея Победы. Все силы, идеи и энергию эти юноши и девушки готовы отдать на то, чтобы достойно отметить события, столь значимые для нашей страны. Для этого самые активные собрались 19 февраля на форуме «Молодежь на встречу 70-летию Победы». Вместе с представителями регионального министерства по делам молодежи и Омским областным судотрядом они обсудили планы на ближайшие месяцы. Встречу также посетили Александр Фабрицус и Виктор Назаров. Глава региона подчеркнул важность участия молодежи в праздновании юбилея Победы и организации помощи и заботы о ветеранах. Огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь в зале. И мне очень приятно видеть ваши заинтересованные лица. Вдвойне дороже, что вы сегодня готовы работать для того, чтобы наша Россия оставалась великой державой. В рамках подготовки к юбилею Победы молодежные организации Омской области уже запустили серию проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Один из них «Всё для фронта, всё для Победы» стартовал на форуме в виде небольшой выставки. Модели военной техники, амуниция времён Второй мировой, личные фотографии призваны сохранить в молодежной среде память о вкладе о мече в Великую Победу, уверены активисты проекта. «Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи. Также он будет тесно перекликаться с профориентацией. Так как в годы войны в Омске было выкурено очень много заводов, и благодаря этому город Омск стал миллионником, мы нацелены, чтобы молодежь узнавала историю города Омска и знакомилась с предприятиями, с возможностями работы». На форуме также презентовали всероссийский проект «Волонтёрский корпус 70-летия Победы», который призвал молодых людей присоединиться к волонтёрскому движению и принять участие в поисковых работах, благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, а также помощи ветеранам. Обсуждение планов подытожил глава Министерства по делам молодёжи, физкультуры и спорта Омской области. Он пригласил тех, кто ещё никак не проявил себя, принять участие в таких патриотических акциях, как «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Народная победа». Александр Фабрициус также отметил, сохранить наследие Великой Победы удастся только единой сплочённой командой.